Всем привет! Это Сергей Шаляпин. Добро пожаловать в мой видеоблог о недвижимости Пукета и всему, что с этим связано. Сегодня я нахожусь в прекрасном месте, рядом с Пукетом, в провинции Панга. И что я здесь делаю? Ну, конечно, обзор виллы, только на этот раз хай-энд класса. Такого вы еще не видели. Смотрите внимательно. Зайдя на виллу, мы попадаем на парковку. И также я здесь вижу автомобиль Honda Servi, который идет в комплекте с виллой. Мелочь, а приятно. С левой стороны располагаются жилые помещения, то есть все четыре спальни на этой стороне. С правой стороны располагается хозяйственная зона, там где кухня, персонал и так далее. А также зоны отдыха. Это беседка и сало. И по центру большая гостиная, бассейн, а дальше море. Начнем осмотр, пожалуй, со спален. Я иду босиком по территории. Очень приятно. Вот этот камень, который здесь внизу, это балийский гранит. Он вулканического происхождения. Он не только выглядит классно, но и на ощупь. Просто обалденный. На всей территории виллы вы можете передвигаться под крышей. Соответственно, дождь вам не страшен. Проходя вдоль главной спании, я загляну в спортзал, а также в собственную спа-комнату. Продолжение следует... Первая главная спальня располагается на втором этаже. Отсюда открывается вид на море, крыши самой виллы и сам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А теперь посмотрим гостевые спальни. Их две, они практически одинаковые и зеркально отражают друг друга. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Выход из гостевых спален в небольшой садик. А дальше начинается хозяйская, самая-самая главная спальня. Здесь также сделаны интересные проходы и когда идешь, ты уже сразу наслаждаешься шумом прибоя. Из главной спальни открывается потрясающий вид на море, бассейн, лужайку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Главная гостиная, конечно, заслуживает отдельного внимания. Интересный интерьер, красивое оформление, вид на море просто потрясающий. Здесь очень уютно, прекрасное место для того, чтобы посидеть вечером, пообщаться. Может быть, выпить бутылочку вина? Почему бы и нет? Я даже не знаю, как это описать, можно только показать. В этой вилле огромное количество места для отдыха. Здесь есть открытая беседка, диваны, лежаки, большая крытая терраса, если вы не хотите попадать под солнце. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и, конечно, лужайка с бассейном и выход к пляжу. Субтитры сделал DimaTorzok После горячего солнечного дня вы можете отдохнуть в кондиционированной гостиной с телевизором. Дима Торзок На этом я заканчиваю осмотр виллы и сейчас я присяду для того, чтобы рассказать о цифрах и деталях. Не переключайтесь. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Итак, я нахожусь на вилле high-end класса. Что же это значит? Много спален, есть собственный спа-салон, собственный джим и так далее. Но, если честно, рассказать хотелось бы не об этом. Просто входя на территорию, вы сразу ощущаете себя совершенно по-другому. Все материалы, звуки, запахи, ощущения, все подобрано так, чтобы вы получали для этого максимальное удовольствие. Немножко о цифрах. Эта вилла закончена в октябре 2014 года. То есть она совсем свежая. Компания-застройщик известна такими проектами, как Чава, Андара, Чандара и вилла Бион. Это все резорты и виллы уровня high-end класса. Локация этой виллы совершенно идеальна. Во-первых, она расположена непосредственно на пляже. То есть это даже не какая-то там первая береговая линия. Это прямо берег. И 35 метров это собственный проход на пляж. Или можете называть это собственным пляжем. Как вам больше понравится. Эта вилла находится на пляже Натай в районе Панга. Чем примечательна это место? Тем, что оно выходит туда же, куда и западное побережье Пукета. Оно расположено совсем рядом от аэропорта. Вы можете себе представить, что от аэропорта Пукета сюда ехать ближе, чем до пляжа Камала. Помимо частных вилл по соседству располагаются отели и резорты с пятизвездочным сервисом, естественно. И у них также есть собственный ресторан. Так что вы можете их менять день ото дня. Буквально в пяти, максимум в десяти минутах езды отсюда есть гипермаркеты. Небольшой город, где есть банки, все необходимое. До ближайшей больницы езды примерно 20 минут. До аэропорта Пукета всего 25-30 минут. Тема проектирования и создания этой виллы заслуживает отдельного внимания, так как люди ее создававшие воплощали в ней новый концепт. Хотели сделать частную виллу, но с такими же сервисами, как в пятизвездном резорте. И им это удалось. Эта вилла подойдет для постоянного проживания, либо для регулярного, даже краткосрочного отдыха. Здесь есть собственный штат персонал. Постоянно на территории находятся садовник, шеф-повар и две горничные, а также охрана. Вилла находится под управлением профессиональной управляющей компании, которая специализируется именно на недвижимости, хай-энд и люкс-классах. Каждой мелочи здесь уделяется самое пристальное внимание. На этой вилле могут с комфортом разместиться до восьми гостей. Высокие потолки, обилие естественного света. Идеальный вид на море практически из любой точки дома. Из особенностей виллы хотелось бы упомянуть некоторые вещи. Например, изготовленная на заказ мебель практически вся. Множество натуральных элементов отделки. Тиковое дерево, натуральный рамор травертин, балийский гранит вулканического происхождения, тайский шелк. Находясь здесь, вы чувствуете полный покой и тишину. Здесь создается впечатление, как будто внешний мир вообще отсутствует. Вы буквально находитесь наедине с морем, пляжем и природой. Что же касается цены этой виллы, то, на мой взгляд, она вполне соответствует ее ценности. Для виллы, расположенной на берегу, имеющей 35 метров собственного пляжа, 5 миллионов 350 тысяч долларов. Это вполне приемлемая цена. Стоимость годового обслуживания для этой виллы составит примерно 45 тысяч долларов. Что слегка окупается, если вы иногда будете сдавать ее в аренду. Например, за прошлый, 2016 год, эта вилла принесла 117 тысяч долларов дохода своему владельцу. Когда речь идет о покупке такой виллы, то обычно речь не идет об инвестициях. Встает вопрос лишь о самоокупаемости, ну и, может быть, каких-то деньгах на расходы, когда вы находитесь здесь. И эта вилла вполне соответствует этому описанию. Посмотреть эту виллу можно только по предварительной записи. Поэтому, если вы хотите ее увидеть, мои контакты сейчас на экране. Пожалуйста, пишите заранее. Я постараюсь заголосовать для вас в удобное время. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии, обязательно делитесь в социальных сетях. Спасибо, что смотрите мой канал и не забудьте подписаться на него прямо сейчас. С вами был Сергей Шалябин. Хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok